Сегодня православные верующие отмечают крещение Господне. В регионе для крещенских купаний подготовили почти семь десятков купелей. Пять в Самаре, из них четыре при храмах и одна на полевом спуске. Последнюю накануне вечером оценила глава Самары Елена Лапушкина. Всю ночь там дежурили спасатели и медики, сотрудники ОВД и дружинники. Подробности в программе события на телеканале Самара ГИС. В Самаре, в строящемся храме, в честь преображения Господня, возле Ботанического сада, 21 января состоится первая божественная литургия архиерейским чином. Ее совершит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Начало богослужения в 9.00. Самарцам представили топ лучших месяцев для отпуска в этом году. Самыми выгодными оказались июль и октябрь. На втором месте август, на третьем апрель, сентябрь, ноябрь и декабрь. Как отметили специалисты, в это время работники компаний меньше всего теряют на отпускных, а иногда могут приумножить сумму за счет выходных дней. Выдержаться от отдыха самарцам посоветовали в январе, феврале, марте, июне и мае. 21 января состоится арт-завтрак, посвященный работам художника Ильи Кабакова. Об этом сообщили на официальной странице Третьяковки в Самаре. На встрече искусствовед Дарья Волкова расскажет о творчестве одного из отцов-основателей традиции Московской концептуальной школы. Встреча начнется в 11.00 на Фрунзе 102Б. Вход свободный. Тольяттинская «Лада» потерпела крупное поражение на выезде от казанского «Акбарса» в матчика «ХЛ». Счет составил 5-1. Тольяттинская команда набрала 63 очка в 54 матчах и расположилась на пятом месте среди команд Восточной конференции «ХЛ». С 22 января по 6 февраля на госуслугах можно оставить заявку на отсрочку от службы в армии в рамках весеннего призыва. Отсрочку могут получить сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, которые подходят под определенные условия, перечисленные Министерством цифрового развития. 27% женщин и 13% мужчин не поделятся премией со своей второй половиной. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Кроме того, выяснилось, что россияне старше 45 лет по сравнению с молодежью реже скрывают новость о премии и реже отказываются делиться финансами.